Хотел поговорить про атаку. Один маленький момент, который вы можете замечать во время игры, когда смотрите футбол по телевизору, когда сами играете, еще лучше замечать, когда по телевизору. Это вам даст возможность немного иначе оценивать качество футболистов, за которых вы болеете, ну и, соответственно, лучше просто понимать футбол, как мне кажется. Мы сегодня поговорим, просто один маленький момент, очень короткое видео, потому что, ну, опять же, спасибо этой доске, и очень легко и просто здесь быстро что-то отобразить, показать. Против нас обороняется схема 4-4-2, но это не принципиально, мы можем брать там другую схему, по сути, принцип один и тот же остается. Как эффективно атаковать в принципе? Это видео будет полезно как индивидуально для каких-то футболистов, так и для показа какой-то теории, может быть, и еще для обучающих каких-то моментов. Почему? И какие позиции нам важно занимать? Допустим, если мы играем в атаке, ну, пускай будет, я не знаю, 4-2-3-1, 4-2-3-1, пускай будет 4-2-3-1. Вот так. Вот на этом небольшом количестве футболистов покажу. Фишка, точнее. Даже вот так. Что важно в позиционной атаке? Это, наверное, самое главное, что имеет место быть сейчас в современном футболе, потому что схемы – это вещь, которая постоянно меняется, и универсальность футболистов, как мы видим, все чаще и чаще становится краеугольным камнем. Что нам нужно делать в атаке, когда против нас обороняется любая команда? В среднем блоке, в низком блоке, неважно. Просто это есть небольшая разница в расстояниях. По сути, все одно и то же. Что мы видим здесь? Видите, как я сразу поставил эти фишки? Почему они должны располагаться внутри вот этих квадратов? Я их не просто так поставил. Как вы думаете, почему они должны так располагаться? Почему именно внутри? Почему не здесь? Почему не здесь? Почему не здесь? Не здесь? Я вам отвечу. Потому что это наиболее удобная точка для того, чтобы принять мяч, развернуть его и, соответственно, продолжить атаку. Это раз. Второе. Вы давите. Вот девятка располагается в этой зоне. Своим присутствием в этой зоне, вот именно в этой точке, она давит сразу на четырех футболистов. На двух центральных защитников и на двух опорников. Что значит давит? Как это понять? Она же без мяча и... Как она давит? Очень просто. Когда мы находимся вот на таком расстоянии, допустим, у центральных защитников. Отошла... Это... Это девятка отошла у нас от центральных защитников и занимает такое пространство. У центральных защитников вопрос в этой ситуации. Что мне делать? Вот у номера три. У него вопрос. Что мне делать в этой ситуации? Мне идти за ним? Тогда я оставлю здесь дырку. Если я не пойду за ним, он здесь мяч свободно примет. Так думают центральные защитники. Так думают центральные защитники. Почему это расположение давит на центральные защитники? Почему это расположение давит на опорников? Эти опорники, если они дураки, они вертят головой и верят, что здесь находится футболист. Они не хотят, чтобы их отрезали такой простой передачей. Соответственно, они будут смещаться сюда, оставляя вот эту зону свободную. Линию передачи вот сюда. Если мы добавим сейчас еще двух футболистов, это будет намного нагляднее. Вот так игру владеть мячом. Если опорник сдвигается сюда, есть линия передачи в эту зону. Если опорник сдвигается сюда, есть линия передачи в эту зону. Если центральный защитник реагирует так, есть линия передачи сюда. Ну и зеркально с той стороны есть передача сюда. Очень важно это именно расположение, базовое расположение. Мы сейчас не говорим о расположении корпуса. Мы говорим просто о координате, о точке, где нужно располагаться. Соответственно, игрок принимает мяч здесь. На него реагирует этот игрок. Отдаем передачу. Ихом один на один. Идет передача, принимает в эту зону. На него реагирует. Передача. Еще раз. При приеме мяча здесь. Нет реакции никакой. Будут сужать. 100%. Чтобы закрыть створ ворот. Правильно? Соответственно. Сюда. Сюда. Именно находясь в этой точке. В середине. Вы провоцируете игроков соперника. На. Не то, что необдуманные действия. А на какие-то действия. В большинстве случаев, ну не в большинстве случаев, а довольно часто, я сталкиваюсь вот с чем. Когда игрок владеет мячом, нападающий располагается вот так. Вот этот вот так стоит. Вот этот вот так стоит. Сложно обороняться вот этим игрокам? Синим. Не сложно. Только пошла передача, я уже здесь. Я уже со спины. Или могу даже успеть перед него. Выбить этот мяч, перехватить этот мяч. Вот таким образом обороняться не сложно. Нет никаких действий. Не надо ничего делать. Я располагаюсь здесь. Корпус тела. Вот мяч, допустим, здесь. Корпус тела мой расположен в эту сторону. Я вижу и игрока соперника. Я вижу и мяч. Никаких сложностей у меня нет. Игрок соперника рядом со мной. То же самое и во всех других проявлениях. И здесь на флангах, полуфлангах. Если игрок располагается здесь, если игрок располагается здесь, не здесь, не здесь, а вот так. Вот так. Равноудаленно, грубо говоря. Понятно, что в футболе ты не можешь найти среднюю точку, но ты должен это искать. Должен искать эту среднюю точку. Приклеился игрок сюда, среагировал на правильное открывание. Пришел игрок сюда, сюда, открылся. Все по цепочке происходит. Соответственно, куча вариантов открывается для того, чтобы эффективно играть в атаку. Это первое, о чем я хотел сказать. Это именно географическая точка, так скажем, на поле, где должен располагаться игрок атаки. Как он должен располагаться? Когда мяч под углом, что значит под углом? Вот так. Диагональный вход в зону. Этот игрок не может никак испортить свое расположение. Никак не может испортить. Потому что он всегда будет располагаться правильно в этой ситуации. Всегда. В большинстве случаев. Он будет располагаться вот так. И для того, чтобы ему увидеть вот этого игрока, вот этого игрока, вот этого игрока и вот этого игрока, ему нужно на 90 градусов довернуть голову. То есть, это простой поворот головы. Шея здесь не ломается. Для того, чтобы и видеть и мяч, и видеть партнеров, и видеть соперников. Он всегда будет праведен. Но в чем всегда, но в чем видится мне проблема, которую я иногда замечаю? Это расположение корпуса, когда игроки стоят в одном коридоре. Потому что, я уже объяснил, когда это обычный треугольник. Номер 3 и 5 в одном коридоре располагаются. Как должен располагаться игрок номер 5? Ну, точно он не должен смотреть на игрока номер 3, который владеет мячом сейчас. Находясь спиной к воротам соперника. Он не может располагаться вот так. Почему? Это все идет, опять же, из обороны и в атаку переходит. По сути, это один и тот же принцип, который не меняется. Ну, допустим, он открылся хорошо, да? Первое действие он сделал правильно. Но он располагает корпус тела в эту сторону. И он видит только вот этого и вот этого футболиста. Вот этого футболиста. Но как атаку-то продлить? Он не видит вот этого футболиста, не видит этого футболиста. Сложно ему вот этого футболиста увидеть. Потому что, ну, в зависимости, опять же, от его расположения. Ну, ему нужно крутить головой, хорошо прям повернуть голову. Этого футболиста не видит своего центрального подачи. При приеме мяча он хочет продолжить атаку. что нужно сделать ему нужно из вот такого вектора когда он расположен сюда ему нужно довернуть вот сюда ну или вот сюда или вот сюда не всегда он на 180 градусов развернется то есть здесь ну не знаю сколько 90 и плюс еще ну не знаю 120 градусов примерно здесь 180 градусов то есть это большой поворот вокруг своей оси нужно сделать для того чтобы продолжить атаку чем это плохо чем это плохо вы знаете чем прекрасно уже об этом говорили это скорость принятия скорость развития дальнейшей атаки то есть если если он принимает вот так мяч ему нужно развернуться и после этого продолжить атаку это время много времени занимает плюс ко всему он не видит прессингует ли его кто-то с этой стороны может в эту сторону развернуться соответственно потерять мяч он не видит этого он может попытаться в эту сторону развернуться и не увидеть как игрок здесь его уже накрыл правильная позиция какая пол оборота вот так корпус тела смотрит то есть полубоком располагается футболист довернуть голову сюда увидеть вот это вот все намного важнее чем вот эти футболисты намного важны это раз это первый ты видишь где находится центральный защитник когда ты принимаешь мяч в таком положении и принимаешь мяч уже в правую ногу правую ногу вот так ты принимаешь мяч соответственно тебе корпус тела довернуть нужно чуть-чуть это меньше времени соответственно пока защитник двигается ты уже развернулся уже развернулся защитник двигается ну и дальше уже как угодно так так без разницы если защитник не двигается этот пойдет на тебя ты уже дальше разворачиваешь он тебя пойдет сбоку встречать в любом случае он тебя не будет встречать со спины у тебя преимущество будет в моменте приема мяча ты намного эффективнее становишься в этой ситуации это о расположении корпуса я потом разгляну здесь схему покажу покажу какие есть опции в каждой зоне и почему именно такой поворот корпуса очень важно соответственно мы уже поняли что самая главная проблема это расположение в я игроки находятся в одном коридоре когда не находится так он уже прав если располагается когда находится так уже ты можете правильно поставить вот такие моменты важны и будете смотреть как футбол там лида чемпионов скорым. Можете посмотреть то, как принимают мяч игроки высочайшего класса. Есть некоторые, которые и стоят лицом сюда. Лицом к своим игрокам. Но в момент приема они настолько быстро разворачивают мяч или уже подстраиваются. В момент передачи они подстраиваются и принимают вперед. Но как по мне, лучше это делать чуть заранее. В полоборота. Ты можешь и ускориться за спину в случае, если передача пошла сюда. Тебе проще ускориться за спину самому. Подстроиться под этого футболиста. Нежели чем ты находишься лицом своему игроку. Больше времени это занимает. Соответственно, когда команда обороняется низко в низком блоке в низком блоке расстояние еще меньше становится. Еще меньше становится. Критически важно занимать здесь именно вот вот такие искать вот эти зоны. То есть вот так они. Они близко. Близко-близко друг к дружкам. Соответственно, нужно здесь сковывать своим расположением внутри этих квадратов футболистов-соперников. Понятное дело, что здесь если ты принимаешь мяч полоборота, у тебя тут остается полкасания всего лишь. Но ты при правильном развороте корпуса ты можешь это сделать в касании. В касании отдать сюда, открыться. Можешь это пробовать делать. На больших расстояниях это еще проще сделать. На маленьких сложнее, понятное дело. Но если ты на маленьких стоишь, опять же, вот так, ты сокращаешь расстояние до игрока-соперника. Ему уже проще с тобой обороняться. Когда ты принимаешь мяч, ты уже под давлением. Когда ты принимаешь мяч здесь, ты еще не под давлением. До тебя нужно добежать. Да, понятно, что там всего лишь несколько метров может быть. Но в любом случае это время для защитника. Поэтому это видео даже персональное для игроков атаки. Находитесь между игроками. И не важно, сколько игроков обороняется. Это может быть пятерка. Пятерка в обороне. Пять три-два условно. Пять-три-два это может быть. Вы точно так же можете искать вот эти зоны. Просто нужно быть на удалении от игроков-соперника. Внутри треугольника находиться. Внутри квадрата находиться. Внутри. Внутри. Не снаружи. Не на краю. Не здесь. Почему вот эта позиция плохая? Потому что в момент передачи тебя могут вот здесь уже сразу перекусить. Тебе нужно принимать и ты принимаешь уже в игрока по сути. Поэтому тебе нужно быть глубже. Но не сильно. Если ты сильно глубже, ты опять же оказываешься под давлением. Нужно найти это положение. А это положение можно найти только потому, как это нужно найти. Только когда у тебя правильное расположение корпуса. Если ты смотришь исключительно вперед, ты не будешь видеть, где находится два центральных защитника. Если ты смотришь в полубоком, ты видишь этого и этого футболиста. Уже относительно них хотя бы ты можешь ориентироваться. Относительно двух игроков. Если есть время оценить положение этого футболиста. То есть идеально видеть хотя бы трех футболистов. Но если вы смотрите вперед, и вот такие позиции занимаетесь, и оказываетесь под давлением, ну, нет смысла в этом никакого. Препозиционный или нет. В принципе, все. Хотел короткое видео записать. Получилось большое. Это об атаке.